Кадровая политика в РКБ, как, впрочем, и любого медицинского учреждения, весьма жесткая, но даже высококлассному специалисту на первых порах нужна помощь. Ведь в работе любой поликлиники есть нюансы, поэтому к каждому новичку прикрепляется куратор, который и помогает ему адаптироваться. Мы высаживаем врача-терапевта, но прибывшего на прием к врачу-терапевту, в данный момент ко мне, куратору. Мы ведем прием несколько дней, потом управляем на один день на вызова на дом, на целый полный рабочий день. После этого сажаем в неотложный кабинет, на вакцинацию. Но начинается все с овладения специальной компьютерной программой ЕМИАС. Именно она сегодня является главным подспорьем врача. Дарья Голанова до прихода во взрослую Виновскую поликлинику не имела опыта, и ей помощь куратора Дениса Коваленко очень помогла. Когда ты приходишь с университета, у тебя есть только теория, а практики совершенно мало. У нас проходят занятия с врачами, мы работаем с пациентами, но как именно поликлинической практики мало. Впрочем, помогает не только куратор. Медики любой поликлиники – дружная команда, каждый член которой готов прийти на помощь. Бывают такие сложные случаи, когда нужна консультация. В этот момент он может связаться с куратором своим по телефону, либо лично подойти и, соответственно, решить вопрос. Если возникает вопрос о более углубленном исследовании пациента, врач всегда может подойти к узкому специалисту для помощи. Естественно, немалую роль играет и желание самого новичка побыстрее начать самостоятельную деятельность. Мне было все интересно и не хотелось ошибиться, поэтому я не боялась лишний раз подойти и спросить у коллег помощи, поддержки, вопроса, совета. Коллеги всегда рядом, всегда помогают с любым вопросом. Можно подойти, никто не откажет. Немалую роль в адаптации нового врача играет и штатный психолог. Так как работа связана больше со стрессом, с высокой нагрузкой, у нас обязательно новые врачи проходят курс с обмечением психологами. То есть там разыгрывается ситуация, чтобы врач знал, как себя вести в подобной ситуации. В среднем подобная подготовка занимает не больше недели. По окончании этого срока новый врач-терапевт готов выполнять свои обязанности в полном объеме. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.